добрый день уважаемые любители горячительных напитков с вами как всегда канал крепкие алкогольные напитки россии мира канрим и алексей дорогие друзья сегодняшний выпуск конечно же посвящен великой ежегодной дате дню победы над фашистской германией ровно 73 года назад наши деды не жалея своих сил здоровья и жизни освободили советский союз да и чего греха таить и весь прилегающий мир от полчищ кровожадных убийц захватчиков интервентов одним словом от нацистко-фашистского зверья но к сожалению настоящее время в каждой бочке меда есть ложка хотел сказать дегтя но извините за выражение конечно же ложка говна потому что данных товарищей я по-другому назвать не могу да друзья к сожалению множество наших соседей таких как латвия литва польша финляндия эстония отчасти даже братская украина ну отдельные конечно же слои населения просто-напросто забыли какой ценой и кем им дается чистое спокойное небо над головой мир и свобода и продолжают восхвалять нацизм устраивать почтенные митинги с участием так называемых ветеранов и последователи этой мерзкой идеологии продолжают сносить и осквернять памятники советским воинам но мы-то знаем насколько ущербны остатки мозгов гееропейских политиков и националистов поэтому просто смотрим на них как на убогих дегенератов что ж бог судья этим выродкам и мразям я же хочу от чистого сердца от души поклониться до земли нашим уже к сожалению немногочисленным ветеранам и поблагодарить за жизнь за возможность расти детей радоваться каждому дню и конечно же будущую спокойную старость за мирное небо над головой спасибо вам дорогие наши дай бог вам здоровья ну а мы начинаем праздничный выпуск посвященный дню великой победы и сегодня у меня в обзоре следующие экземплярчики ребята давайте по порядку перейдем начнем с первого и так это водка казанская престижная 65-летие победы ребята сразу хотелось бы отметить что я не противника вот такого плана выпускаемой продукции я уже когда-то вам об этом говорил что ну выпустили водку с элементами победы там с георгиевской ленты ну если ее так оформить это не значит что ее чаще станут покупать кому надо и так нажрутся а вот это вот сейчас в настоящее время это уже раритетный экземплярчик есть же такая же казанская престижная но без георгиевской ленты и без памятной надписи но она никакой ценности не представляет вот эта же бутылка а ей уже на минуточку восемь лет реальный раритет ну что ж давайте посмотрим на эту бутылку поближе вот такая вот незамысловатая бумажная красная такая знаете советская этикетка название 65-летие победы первое название водки престижная золотистым цветом написано из спирта люкс водка объем 0 5 литра крепость 40 градусов ну традиционно здесь соответственно в честь праздника сделан георгиевская лента здесь изображен орден отечественной войны соответственно задняя этикетка также бумажная производство данной водки осуществляется компанией татспиртпром данная водка произведена в городе казань оттуда мне ее и привезли то ли мне ее привезли то ли я сам ее оттуда привез дело в том что я был в казани но не помню был ли там 2010 году здесь же я вам хочу показать дату производства можете увидеть что она изготовлена 5 апреля 2010 года 8 лет водочки на крышке также название водки казанская престижная крышка алюминиевая совершенно стандартная бутылка как вы видите тоже из обычного прозрачного стекла нисколько напиток не испортился за все это время которую он провел в данной таре ну да здесь я соответственно вам покажу да сверху годы великой отечественной войны опять же орден и георгиевская лента ну что я могу сказать бутылка совершенно простенькая и непритязательно давайте посмотрим под каким же номером данный экземплярчик идет в коллекции номер 292 водка казанская 65 лет победы россия россия город казань объем крепость вот дата у меня почему-то не подписано ну а как я уже вам сказал она была изготовлена в апреле 2010 года пролетела данная бутылочка до меня 717 километров немного немало из казани давайте посмотрим можно ли вот такую вот праздничную бутылочку в настоящее время купить или что-то подобное в магазинах ребят ну как я ожидал по запросу водка 65-летие победы казанская купить никаких результатов адекватных google не выдал вот буквально тематикой победы выдала вот такую бутылку 70 лет со дня победы но это не того завода и не казанская водка собственно больше никаких пузырьков с таким подобным названием или даже близко к этому я в интернете не нашел чего и следовал ожидать потому что с тех пор прошло уже восемь лет соответственно я попытался найти водку просто казанскую престижную и конечно же интернет выдал вот если посмотрите престижное написано таким же шрифтом но в продаже именно такой бутылочки нету а есть бутылки того же казанского ликеровочного завода казанская престижная но с другой этикеткой поэтому по ней будем ориентироваться вот есть по цене 229 рублей и по цене 199 рублей то есть в принципе в настоящее время такую водку можно купить по средней стоимости 215 рублей как вы видите уважаемые зрители ничего подобного настоящее время в интернете не найти даже как-то и праздничных пузырьков я не смог обнаружить на просторах интернета но тем не менее это только укрепляет редкость и ценность данного экземпляра что ж друзья если в данные замечательные дни вы побываете в городе казань что вы можете посетить в ней конечно же казани я уже был и мы с вами рассматривали бутылочки из казани но в настоящем выпуске так как он посвящен дню великой победы я постараюсь вам посоветовать что-то близкое к этой теме и так первое конечно же парад победы на площади тысячелетия казани на торжественном мероприятии пройдут 2000 бойцов а также проедет 14 единиц военной техники включая участвующих в боях катюшу и танки из 3 и т-34 приходите и празднуйте вместе с жителями казани дорогие друзья второе парк победы в казани основан он в 1970-е годы когда здесь высадили 1418 деревьев по числу дней великой отечественной войны в 1995 году было завершено строительство мемориального комплекса здесь вы конечно увидите различные виды боевой техники включает танки бтр самолеты и даже рубку подводной лодки казань ну и третье куда бы я вам рекомендовал направиться в данные выходные дни праздничные музей мемориал великой отечественной войны открытым в 2005 году и посвящен 60-летию победы экспозиция расположена в казанском кремле вы сможете увидеть личные вещи героев советского союза военачальников писателей партизан а также самый крупный экспонат данной выставки немецкую противотанковую пушку вот так вот вкратце ребята кто же родился в городе казань конечно же хотелось отметить самых почетных ее жителей а именно фронтовиков великой отечественной войны которые прошли ее и остались живы это настоящие наши герои миркушев александр максимович калиненок марат александрович калашников анатолий степанович также там родился герой российской федерации ныне живущий ныне действующий начале генерального штаба вооруженных сил российской федерации герасимов валерий васильевич ну вы его можете частенько видеть последнее время в новостях посвященных сирийской войне вот собственно и все по первому экземпляру ребята переходим ко второму пузырьку и это у нас ребята водка георгиевская посмотрите на нее в виде подковы друзья данная водочка была привезена мне из города туапсе там же она и производилась произведена я могу это поближе соответственно показать краснодарский край город туапсе ребята если вы помните то похожую бутылочку мы обозревали в 13 выпуске посвященном 23 февраля и там тоже была георгиевская бутылка но только ромбообразная ну вот сегодня такая бутылочка для сравнения давайте на нее посмотрим внимательно как вы видите да она сделана из подковы на удачу собственно говоря но как мы знаем в боевых делах на удача это маленькая толика главное это учение сноровка и опыт я так считаю дать посмотрим здесь изображено на этикетке некое подобие георгиевского креста название водки объем 0 5 литра крепость 40 градусов на задней этикетке которая наклеена вот здесь до изображен ее майор акциза отваливается вам сейчас все покажу изображен георгий победоносец поражающий змия произведена водочка вот здесь это отчетливо под крестом видно 15 декабря 2008 года друзья то есть ей уже более 10 нет не более ну около 10 лет сама этикетка прозрачная пластиковая как вы видите она здесь не плотно прилегает на такой мелкий брачок народ если ответить отклеивать но это не страшно я думаю на качество это не влияет на задней этикетке соответственно изображена георгиевская лента праздничная колпачок пластиковый запыленный как обычно с отщелкивающейся вот этой крышечкой ну соответственно открываешь и выходит горлышко что еще можно уточнить ну вот по составу ребят как и вот в той вот водки здесь есть в составе вещество ароматическое вкус ароматическое ванилин я уж не знаю зачем в таких количествах добавляет но тем не менее это данный факт здесь идет название георгиевская по-английски и здесь соответственно так на днище ничего интересного нет вот такая вот незамысловатая бутылка но тем не менее она имеет место быть давайте посмотрим под каким номером идет она в моих портянках номер 184 водка георгиевская водкова россия россия туапсе объем крепость дата ничего не меняется что ж пролетел данный пузырек до меня 1300 километров ребята ну я вам забыл показать акцизную марку надо будет ее подклеить по ней видно когда была произведена бутылка ну вот я наконец настроился 2008 год отчетливо видно акцизная марка московская как ни странно что ж давайте глянем возможно ли такой пузырек в настоящее время купить в магазинах ну что ж по запросу водка георгиевская подкова купить интернет как я и ожидал ничего не выдал вот только выдал вот такую бутылочку это это на сайте кайпу там невозможно купить алкоголь вот такую же бутылочку мы с вами рассматривали и опять же она была из туапсе и опять же мы ее не нашли в интернете с подковой выдала только вот какую-то иностранную текилу также вводил в поисковик водка георгиевская плюс бутылка в виде подковы и опять же никаких результатов я не получил соответственно я вам уже в прошлом выпуске когда мы рассматривали георгиевскую шестигранную рассказывал что ликероводочный завод георгиевская находится в стадии ликвидации о чем говорит информация на сайте сбис сайт у него недоступен припаркован компанией таймвеб и в общем то я решил что давайте мы посмотрим сколько же стоит водка георгиевская ликероводочного завода георгиевский это совершенно другой завод который находится в московской области города краснознаменска вот у него средняя стоимость 279 рублей я уж не стал копаться на многих сайтах потому что это и не то водка который мы рассматриваем но предполагаю что завод является правоприемником поэтому ну вот по такой стоимости мы и предположительно могли бы купить бутылку которую рассматриваем 280 рублей ребята как вы видите нет 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 и нет таких бутылок больше на прилавках магазина просто потому что завод был выкуплен на другой компании и производится бутылки уже другого внешнего вида поэтому вот это вот подкова на счастье остается коллекции что же я вам могу посоветовать в туапсе мы с вами уже были с прошлой бутылочкой шестигранной я вам советовал достопримечательности в этот же раз традиционно этому выпуску я вам посоветую что же можно посетить какие места какие мероприятия в честь праздника великой победы первое конечно же парад победы конечно же он пройдет и здесь как и в любом городе российской федерации я просто в этом уверен приходите на это памятное мероприятие примите в нем участие к тому же в 11 утра начнется шествие бессмертного полка я думаю что данное шествие будет проходить также во многих городах российской федерации второе это городской парк небольшой но гармоничный и очень уютный парк где можно прогуляться и просто посидеть на лавочках тени вековые деревьях любуюсь на фонтан и вдыхая приятный чистый воздух также длите здесь организована площадка так что чады скучать не буду третья стела город великой славы возложить цветы и помянуть погибших предков можно здесь как и прогуляться по аллее и набережной кстати звание город воинской славы туапсе был присвоен в 2008 году кто же из именитых жителей родился в городе туапсе из фронтовиков из ветеранов это лех борис митрофанович герой советского союза это снайпер жулаев иван иванович мелконян андрей хачикович хагушев исмаил хавалович и снаплян а маяк артынкович ребята они все прошли войну к сожалению ныне они уже скончались царствие небесное что же я думаю что со вторым экземплярчиком все давайте перейдем к флагману нашего обзора и это у нас вот такая вот бутылочка вы можете сказать да мы уже ее видели в том же самом 13 выпуске и будете ошибаться потому что тогда мы с вами рассматривали водку пехотную но боевую друзья здесь она называется серебряная ну вот коробочку могу быстро показать в принципе наверное смотреть не на что опять же до официальный дистрибьютор который поставлял это компания sds и производитель промышленная группа ладога опять же вам хочу показать что скажем так в коллекции в коллекции да их было три штуки это боевая которую мы обозревали в 13 выпуске это серебряная которую мы посмотрим сейчас его к сожалению бронзовая которая выглядит как золотая у меня ее в коллекции нет и возможность ее достать скорее всего уже не случится вот здесь сзади идет аннотация героическая скажем так кто хочет прочитать поставьте на паузу долго на этом застрять внимание не будем сразу вам покажу крепость ее 40 градусов объем 0 75 давайте посмотрим на сам пузырек а вот здесь уже лучше нежели с зеленой бутылочкой прошлой здесь уже вы сразу видите акцизу но уже нету чехла помните там был брезентовый чехол комплекте ну и вот сама бутылка или как будет правильно ее назвать фляга ребята ну посмотрите ну мы не произведение ли искусство но нет просто спокойно смотреть невозможно но это просто красота друзья то бутылочка то фляжка зеленая из 13 выпуска была если не ошибаюсь 3 года выпуска эта бутылка не менее старая но чуть помоложе 15 апреля 2005 года 13 лет вот этой фляжечки уже опять же на данной фляге уже в целом состоянии в отличие от той фургучева печать там она была расколотая здесь такая вот веревочка натуральная натуральная веревочка опять же здесь в отличие от той фляжки целая акцизная марка вот можете на нее посмотреть еще старая 13-летнего возраста соответственно фляг конечно же закрыта здесь находится специальная федеральная марка но здесь она региональная можете на нее взглянуть также я обратил внимание на то что вот эту цепочку как вот она лежала так и и заливали посмотрите она не двигается ее можно нажать то отколупывается краска то есть ее положили на ленту на заводе вот она поехала ее видимо облили краской вот так она и получилась соответственно здесь идет тоже вот такая вот брошюрочка небольшая с наименованием производителя но внутри если не ошибаюсь все то же самое что и на фляге боевой героические письмена собственно но это так больше для антуража я бы сказал состав ребят давайте посмотрим что у нас за состав вода питьевая этил и ректификованный спирт экстра сахар и вот меня что привлекло мое внимание пищевая добавка углеводный модуль янталаг гф друзья я сразу себе представляю какой-то модуль космического корабля но нет это оказывается пищевая добавка для скажем так более легкого похмелья на утро и защиты печени от интоксикации вот можно ее купить и отдельно кстати говоря за 350 рублей ну вот давайте посмотрим на саму флягу вот здесь есть такой брачок ребят но сейчас я на него уже внимание такого не обращаю какая разница даже то есть видимо плохо легла краска здесь и по моему где-то вот здесь тоже так когда неровно как-то прокрасили но тем не менее сама фляга выглядит потрясающе и я вам даже предположу скажу почему ее например не оставили полированный а покрасили в серебрянку ребят потому что вероятно вот эти фляги все для производства были взяты со складов где их в миллионном количестве с войны еще может быть они хранятся поэтому ее проще было покрасить серебряный цвет я не хочу просто стирать краску чтобы посмотреть если там зеленый цвет но вероятно так и есть то есть зеленый перекрасили в серебряную что ж давайте посмотрим под каким номером данный пузырёчек идет в моей коллекции е-мое не удержалась а еще и отколол я друзья колол я прям при вас что за криворукий вот так сургучева печать теперь после выпуска будет вот в таком виде ребята сожалению я ее нарушил но слава богу что полностью она не кололась так номер 202 водка пехотная серебряная россия россия в москве она мне была подарена кстати говоря да я совсем до 2005 год совсем забыл сказать ребят конечно же да произведена она произведена я наверное уже показывал но не заострил на этом внимание произведена она в городе санкт-петербург а подарена она была мне в москве поэтому сегодня мы два города и мероприятия в этих городах рассмотрим в выпуске соответственно летела данная бутылочка из санкт-петербурга 635 километров не так и далеко что ж давайте глянем вот у детей взял пластилин и ставлю на него потому что сами понимаете что стоять фляга на столе не будет давайте посмотрим можно ли все-таки данный пузырек сейчас купить ну что и говорить флагман получился довольно редким по запросу водка пехотная серебряная купить интернет опять же не выдал ни одного варианта вот я вам показываю какие-то кольца какие-то царские знаки якоря картины водка пехотная фляга серебряная фляга я добавил купить да опять же выдала какие-то древние фляжки реальных которые были найдены видимо копателями но и один вариант именно с такой фляжечкой который мы сейчас рассматриваем выдал интернет на сайте поп ганс это форум на котором люди как раз обсуждают водку в таких фляжках и вот пожалуйста да вот один из форумчан показывает в 2010 году что вот пожалуйста 2005 год если не ошибаюсь мы тоже рассматриваем водку 2005 года собственно нет ее в наличии хотя как я вам в прошлом обзоре по пехотной водочки показывал по боевой боевой водки которые в зеленом цвете показывал да что группа компания ладуга процветет выпускает алкогольную продукцию тут и царская фэшн и какая-то императорская коллекция по невероятным ценам ну для пафоса видимо царское село зверь водка хлебная в общем таких водок больше не выпускается именно во фляжках металлических я не знаю с чем это связано может фляги на складах закончились но может дорого это и не оправданно но чертова знает мне кажется что вариант довольно таки достойных поэтому стоимость я ее естественно назвать не могу ну что ж дорогие друзья дорогие зрители как я ожидал это поистине очередной редкий бутылек которого в настоящее время найти просто не возможно что же я вам хочу посоветовать давайте начнем с москвы где я получил данный ценнейший сосуд в подарок что можно на майских праздниках посмотреть или в каких мероприятиях поучаствовать конечно же это парад победы торжественное событие проходящие на красной площади каждый год 9 мая в этот раз вы сможете увидеть такие новейшие образцы военной техники как истребитель су-57 он же пакфа перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации боевая машина огневой поддержки терминатор а также боевые роботы уран-9 и уран-6 второе куда бы я сходил в эти праздники это парк победы конечно же это поклонная гора замечательнейшее место для прогулок как самим так и с детьми здесь вы увидите и фонтаны и боевую технику и огромный музей победы в общем скучать вам не придется кстати здесь же можно посмотреть на самые огромные в мире насколько я знаю цветочные часы по моему они даже были занесены в книгу рекордов гиннеса ну и третья как ни странно ребята хочу посоветовать центральный академический театр российской армии почему бы столь замечательный день не посетить театр к тому же еще и российской армии 9 мая на малой сцене будет представлена драма вечно живые вряд ли кто-то из вас последний год хотя бы побывал в театре небось только кинотеатр до дома пялиться телевизор поэтому театра я думаю самое оптимальное тоже родился в москве я решил чтобы вам было просто интереснее я вам назову актеров фронтовиков которые прошли войну которые были контужены ранены награждены боевыми наградами и тем не менее прошли войну и остались вместе с нами это владимир этуш ребята можете про каждого из них прочитать в интернете они все имеют ордена награды и красного знамени красной звезды и медали за отвагу и так далее юрий катин ярцев юрий озеров георгий юматов и сергей гурзов данные замечательные актеры родились москве и участвовали в великой отечественной войне рисковали своими жизнями ради нас ради вас чтобы мы могли свое удовольствие пожить и порадоваться ну и для скажем так сравнение на чашу весов представляется данный вот товарищ который во время съемок как он говорит рискует жизнь ребята но наверно только ленивый про него уже не сказал но тем не менее посмотрите на чем вообще говорить с вами я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую сколько был случай на самолете чуть мы не разбились шрам у меня вот шрам но в общем смешно все это грустно прискорбно и в общем даже и упоминать не хочется друзья что же можно посмотреть в питере в санкт-петербурге в эти прекрасные деньки посвященный дню победы но это конечно же я хотел вам посоветовать на первом месте это парад победы но это также парад побед но военных кораблей на реке не вея начиная с 10 утра 9 мая по реке пройдут 10 военных боевых кораблей таких как адмирал макаров и стойкий и три поисково спасательных судна на это фееричное действие вы сможете пронаблюдать прямо с дворцовой площади или городских набережных второе музей диорама прорыв блокады ленинграда экспозиция посвящена операции искра январе 1943 года здесь отображены основные события 7 дней кровопролитных боев размещена боевая техника участвующих сражениях всего в музее около 12 тысяч единиц хранения ну и третье это мемориальный комплекс подводная лодка д-2 народоволец который находится в центральном военно-морском музее с 1941 по 45 год данная подводная лодка совершила четыре боевых выхода и потопила транспорт якобы с фрицем потрясающий музей сам там не был но очень хочется посмотреть на то что я в питере был раз 7 или 8 но вот там к сожалению не был ну и кто же из наших любимых известных актеров фронтовиков родились в санкт-петербурге конечно это евгений вестник это николай боярский дядя михаила боярского и владислав ржельчик вот такие замечательные люди актеры фронтовики родились в санкт-петербурге ребята ну что ж давайте наверное заканчивать данный выпуск посмотрим на наши бутылочки на все вместе сейчас я их вот так вот попытаюсь расположить вот так вот ребята я еле-еле кое-как поставил эту флягу честно говоря она уже несколько раз у меня упала и их уже даже откололось сургучева печати вот на этом месте но я ее потом чуть позже подклею ее мое ну ладно это не страшно я думаю что до конца она не отвалилась что я хочу вам пожелать дорогие друзья да вам хочу пожелать только спокойствие только мирного неба над головой ну а нашим ветеранам в очередной раз конечно же пожелать здоровья долгих лет жизни чтобы государство их ни в коем случае не забывало чтобы прислушиваться чтобы родные близкие всегда были рядом с ними ну а вам я хочу пожелать всего самого наилучшего с праздником великой победы даже в такой праздник не налегайте на крепкое берегите себя берегите своих близких подписывайтесь на канал ставьте лайк если понравилось видео до новых встреч ребята если вы помните также для детей здесь организована площадка так что гады будут так что чады скучать не будут сейчас я их вот так вот попытаюсь расположить говно нахуй вот так вот блять ёбаный ты в рот все наху пона отколупывал блять говно ебаная блять